Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и это продолжение партии в Сидмэйр Стивилизейшн 6 Gathering Storm, в которой я не играю, а комментирую действия других участников. Вот такая вот партия. Рекомендую перейти к первой серии, если вы случайно наткнулись на эту, потому что лучше смотреть с самого начала. Ссылка есть в описании к этому ролику, либо в правом верхнем углу появляется. Также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. И спасибо вам, уважаемые спонсоры, за поддержку. Всем остальным приятного продолжения просмотра. На тебе 20 монет и отстань от нас. Так бедно. Лагерь варваров там мутузит. Теребонькает всячески. Гор, конечно. Ну, отстань должен был расселяться. Он намного раньше должен был всю эту территорию открыть, увидеть все, что происходит, и расселиться. Вот так все очень медленно. Как там Монгол? Армия, конечно, большая. Больше, чем у Англии. Но они... Ну, блин... Ну, это дуэлька. Это уже, вот знаете, тут... Опять же, вот что Монголу сделать? Что Монголу в этой ситуации можно было сделать? Он мог просто лучше сыграть в плане войны, но у него нет другого варианта, кроме как воевать с французом. Вот в такой ситуации, когда он так вот Ларошель поставил, и все клетки около Везувия выкупил себе просто. Монголу даже селиться некуда, реально. А у Англии было место. У него и старт хороший в начале, и было куда селиться. Он мог эту Ларошель чуть попозже поставить просто, чуть попозже, договориться с Монголом. Там, ну, можно было, конечно, в начале воевать, чтобы он торговые посты не основывал в Англии. Но там... И он бы его опередил по науке в итоге, Монголы, и забрал бы, наверное. И сейчас, в принципе, я еще раз повторяю, что думаю, что он его заберет таки когда-нибудь, но, знаете, уже 52 лу... То есть Ларошель вот этими всадниками не... Поэтому он, видите, побежал куда-то вперед, чтобы там пограбить. Просто уже... Монголы отыгрывают реального монгола-кочевника, на беге на территорию французских варваров, устраивают, подкладывают себе под седло конину, чтобы она завялилась и ест ее. Ну, конину, конечно, наверное, из убитых лошадей французы делает. Туда Ларошель взять не может. Чисто вот потусить коняшками тут побегать. О, захватил. Ты захватил же сейчас, да, всадника? Монгол. Даже написано, ваши всадники были, ну... Вместо того, чтобы захавать коня, он его захватил, видишь. Анна, давайте, интересно, Рим, что делает. Куда у него развитие? Флотовой, мгновенное представление капер с одним уровнем повышения. Давайте прикольно. А, ну вот и мой конец пришел. Такого ты так называешь. У меня было бы железо или селитра хотя бы, у меня даже селитра нет. Летучий отряд по мне придет сейчас. Ага. Ну, наконец-то догадался. Француз выйти в летучий отряд, вместо того, что селитр открывать, ему давно надо было в летучие отряды выйти, и все. В смысле летучий? Это кто говорил? Я монгол говорю про француза. Ага. А у них там своя. Я уж подумал, на меня американец, а я такой... В смысле американец? Да нет, мне послышалось. 100 науки, 115 культуры Конго. Ну, опять же... Так я не пойму, а все молчат или что? Нет, нет. Разговаривать. Вот он. Ну, я перезошел на меня. Я, короче, сидел и никого не слышал, не знаю, полчаса, наверное. Еще думаю, что-то как-то тихо. Перезошел нормально. Опять же повторю. А я не знаю. 100 науки за счет соседства гаваней, 115 культуры за счет караванов. Но вот это как раз останется. Ну и плюс там Конго постоянно строит театральную культуру, останется. А вот наука уйдет, и я думаю, лидером будет... Точно так же, как уйдет наука у Ацтека. И лидером будет... Полчаса. Американец. А сколько ходов до конца эпохи? Покажите кто-нибудь. Шесть. Шесть. Так, ну что, Рим опять как-то в золотой век не особо... Конго должен быть в золотом веке, потому что он там постоянно этих великих людей на культуру берет. А нет, в темный даже пока выходит. О, интересно. Позже, как он правительство возьмет. Торговую республику вышел. Соседство Центра коммерции, Торговая федерация. Да, все правильно берет. Соседство Кампуса, Центра коммерции. Ну, я бы на его месте соседство Театральной площади сейчас поставил скорее. Он, видите, сейчас и думал, навел на нее потом. Да, соседство Театральной площади. Просто даже интересно, сколько сейчас у него культуры от от этого прибавится. Ага, убрал. Нет, я бы Торговую федерацию поставил. Или у него строители он хочет больше. Я бы Торговую федерацию поставил. Ну, не так уж и много. Пять культуры, шесть. Шесть культуры добавилось. Смотрите, а Барщину я не успел прочитать. Что там Барщина дает? Плюс пятнадцать процентов. Неужели к чудесам? Да, смотрите, это древние античные эпохи. Какое же он там чудо строит? Одной клетки мелководия не хватает, чтобы кругосетку сделать. Слушай, Зави, а последнюю самую карточку, которую ты поставил, ты ее для чего поставил? Да. Покажи, типа, на карте для чего, или ты в будущем собираешься. А, это вот сейчас. Опять у меня видео зависло от тебя, блин. Все, опять висит конг. Нет? С грима присоединюсь. Прям печально, я даже не знаю, что... Ну, то есть, у тебя как бы видео нормально показывает по качеству, но оно почему-то просто останавливается для меня. И просто вот как бы картинка висит, и все, сейчас я переподключусь. Нет, сейчас вообще не подключается, черный экран. Включи, выключи, включи, пожалуйста. Так, у тебя... Ты свернул окно игры? Я? Нет, нет, зави, зави. Нет, игра есть. Да, вижу. Так, для чего ты карточку ставил? Ага, понял. А ты внимательно прочитал, что написано на карточке? Стоп, может быть, я, конечно, и... А! Не внимательно прочитал. Не внимательно, да? Благодарю я, конечно, собственно. Я тоже так периодически делаю, вообще-то. Не знаю, мне кажется, лучше эту ставить на культуру и науку от караванов, чем на деньги. Потому что денег-то и так дофига. Да, ну, конечно, каравелла такая себе приятная. Какая каравелла? Ну, вот там урумчи залетела каравелла. Ага. Ну, да. Да, он еще раз ударит, полечится. Урумчи захватывается, короче. Урумчи. Дружим? Но вот насчет союза я не уверен. Летучие отряды, ну, француз очень долго эти... Он намного раньше мог открыть летучие отряды, намного просто. Ну, ладно, короче, тут мне даже уже не интересно этой войной следить. Захватит в итоге француз, но он ничего не получит. Это неразвитые города Монгола, которые все бросал в строительство всадников, а не в развитие. Нет, у меня в большей части у меня были центры коммерции на плюс 3, на плюс 4. Ты как-то еще не кончился. А, собственно, а, да. Ну, у меня когда и золотой век улетит, и, собственно, будет довольно печально. Да, я согласен, конечно, то, что Конга говорит, еще раз повторю, что будет больше всего науки у американца. Срок золотой век. То есть, это вот пример, хороший пример сейчас идет, что лидеры по науке в золотом веке, они не являются лидерами по науке реально в игре. Мистер Ди, а можешь открыть дерево технологий? Хочу посмотреть, кто где находится по отношению друг к другу. Нет, не мистер Ди, сорян, супергерл. Прошу прощения. Технологий? Да. Так. А наведи вот там внизу, там, где двоечка написана. Кто там еще? Где двоечка? Внизу. Дерево технологий, вот, да. А, Зави? Да. Он в индустриализацию идет. А куда, интересно? Конга идет. Ну, американец чисто развитие пока развитие, и, наверное, в самолеты будут пытаться. Зави, а ты можешь открыть дерево технологий? Да. Ага, у него тоже индустриализация, но ему до индустриализации... Ага, спасибо. Понятно, куда я полетел. Да. Ему до индустриализации чуть подольше будет, чуть подольше. Но у него и производства больше, например. То есть, тут, на самом деле, похоже, опять мы имеем ситуацию, будет алюминий или нет. И я думаю, что самолеты Супергерл-то пораньше выйдет. Сейчас закончится золотой век. И Супергерл дружим. Да. Ну, Супергерл будет дружить до самолетов. Как раз 20 ходов, в принципе, будет... Через 20 ходов будет, в принципе, понятно все. Что мистер Уди делать? Ну, мне кажется, тут, конечно, им бы пилить Конго с американцем, ему бы... Но дело в том, что Венгру не выгодно, чтобы американец вообще... Хоть что-то за... То есть, у Венгра есть шанс, только если он сам захватит Конго. Мехико. А что с ним не так? Ой, там много. У нас был какой союз? Этот... Денежный... А, понял. Или культурный? Да, мне все-таки, наверное, без разницы. Я бы культурный с Римом заключил. Все понял. Я экономический отправил. Ладно, что у Рима? Рим как-то прекратил расселяться. То есть, это мало. Вот этот свой остров заселить. Этого мало. И он не обрабатывает территорию. Ведь это очень пустовато так выглядит. Давайте сравним с территорией Конго. Каждый юнит, который был первый раз построен, давал очко? Да. Я ошибаюсь. Да. Не каждый юнит, а когда используется стратегический ресурс какой-то. То есть, первый юнит, который использовал лошадей, первый юнит, который использовал железо, первый юнит, который использовал селитру и так далее. О, уже голосование в Конгрессе? Ну, айда, Конго. Айда ко мне, собственно, да. Да, да. Предлагаю заблочить научные. Ну, это, кстати, против... Заблочить научные, это против супергерл сработает. Даже интересно, сколько у него сейчас науки станет. Нет, у него было 85 до этого голосования. Могу, это целый день. Да, привет. Ой, как все печально. Очень. О, Конго вышел. Нет, американец вышел золотой. Но Конго, по-моему, тоже еще встретил. Как можно пройти дальше по морю у тебя? Снизу или сверху? А вот, если ты хочешь кого-то встретить, то снизу и сверху можно кого-то встретить. А, ну, а по факту тут никак ты не обойдешь, оно... Наш, так сказать, континент полностью закрывает проход. Это он, видите, ищет, кто строит венецианский, только он строит венецианский арсенал. Вот таким образом можно проверять, кто строит какие чудеса. Просто ища, тебе будет показывать. Ну, как показать, скорее у меня под боком. Так и у меня тоже под боком. Рядом с вулканом его клеточка. Конго. Нет, осталась наука. Он что, не сюзеренил научные города-государства? Интересно. Американец не сюзеренил научные города-государства. Ну, то есть, вот это... Вот тут вот есть острова, вот тут на мини-карте. Тут остров. Видимо, это был для восьмого игрока. Но он, кстати, не такой большой. Там и восьмой игрок появился и страдал. За шпиона дают очко или нет? В смысле? За то, что ты его построишь? Нет. Да, да, да. Нет. Дают очко, когда он третий уровень получит. Так, я посмотрю. Видимо, зомби хочет... Ему нужно очко. За великого человека дадут очко. Да, вот, кстати, я тут на доверку хоть куда-то тратить, собственно. Он инженером может купить. Ещё. Ух ты. Если что, американец, мобилизация чисто для очка нужна была. Можно, да, а то я что-то как-то это... Напрягся. Напрягся, да? Да, очко жим-жим сделал. Жим-жим, да-да-да. Вы же только что союз заключили, как бы. Ну вот я сначала увидел это, потом вспомнил, блядь, союз. Ладно, хорошо. Я просто напомнил. А можно проголосовать за возможность мне выйти из этой игры? Ну, давайте. Ну, я не против. Это кто просит? Монгол. Ну, у него там всё печально совсем. Да, там... Ну, я вижу его науку, культуру, собственно. Ну, его, если не сейчас, то через пару ходов. Ты всю жизнь меня испортил, да, и решил слиться, так, что ли? Ну, ты мне её испортил. Да, англичанин, ты не... Ой, француз, ты не прав тут. А как надо было монголу, по твоему мнению, поступать? Не знаю. Не знаешь. Ну, вот у него был единственный вариант, собственно, воевать с тобой, поскольку ты вот так вот город поставил. Тем более, что он монгол, всё-таки. Другое дело, что у него неудачно это, не получилось там тебя захватить и что-то сделать. Ну, а как иначе? Так что, я могу выходить, никто не против. Можешь выходить. Да, да. Всем спасибо за игру, удачи вам. Давай, удачи. Спасибо за игру. То есть, ну, я считаю, тут француз зря очень на монгола гонит. То есть, ну, монгол просто неудачно повоевал. То есть, у него был, у француза был просто шанс вообще проиграть эту игру. Если бы был более агрессивный монгол, более правильно действовал. Если бы у монгола было больше лошадей. Ну, то есть, в моём представлении, тут монголу надо было, во-первых, просто идти в военные районы, ставить их. В это время по науке идти во всадников, поставить не два города, хотя бы три. Хотя бы три. Хотя там и больше влазило у него. И вот, открыв всадников, поставив свои уникальные эти улучшения, просто клепать тогда всадников там. Ну, и когда не хватает лошадей, видимо, и этих тяжёлой колесницей. Параллельно ещё идти в рыцарей. Но он бы долго в рыцарей шёл. Монгол у него там печально с наукой было. И вот это могло бы позволить ему захватить, собственно, Ларошель. Ну, мне что-то кажется, что он всё равно не смог бы француз... У француза слишком хорошие места, вот это. Вот это начало очень неплохое. Что он тут, чеченицу строит? Сколько у него ходов? Три? А сколько у Конга? Вообще, зная, что в игре есть Конга, строить чеченицу довольно... А, у Конга четыре. Ха-ха. У него француз угонит чеченицу. Причём французу она, ну, такое, там не особо. Вот о Конга оно зашибись тут зайдёт. Зашла бы чеченица, но его опередит. Наука вернулась на круги своя. Это не особо такое. Смотрим, что в золотом веке выберет. Конга, ну да, реформа денежного обращения тут как бы. Вообще, следующим ходом будет видно, по-моему, наука. Или уже сейчас она ушла. Но если так, то, конечно, Конга всё равно хорош. 92-91. То есть даже всё равно... Нет, 93 у... А, он рационализм открыл. Место треугольной торговли, да. Но у него там, по-моему, не особо много... Соточка. Видите, не особо много ему добавил этот рационализм. Амани? Где у него Амани сидит вообще? В Антону Нариву, ага. Ему так важно Антону Нариву союзить. А, ну да, там 2%. Вот у него откуда культуры так много. Там же 2% за каждого великого человека. А так как он будет сейчас кучу этих... Да, ему Антону Нариву важно держать. Но американец захватит его, я думаю. Кстати, что может помочь американцу захватить Антону Нариву? То, что Конга засоюзил всю армию Антону Нариву. И сейчас бы, вот именно сейчас бы американцу реально пойти захватить Антону Нариву, пока вся армия у Конга находится. Но американца особо тут армии нету. И он, наверное, и не думает. Ну, кстати, венецианский арсенал это хорошая идея. Строить. Что-то карта такая морская. У него в индустриализацию американец первый выйдет. Нет, он не думает о том, чтобы захватить Антону Нариву. А, он уже вышел, да. Вот у него уголь есть. Очень так... Удачно. Ну, Боря Неносец это ему великий флотоводец дал. Астетическую же всю карту открыл американец. Все очень неплохо. Так, что ж тут мистер Ди планирует? Куда? Планирует развиваться мистер Ди. Вот он тут в середнячках. И не видно, как ему улучшать свое положение чисто развитием. Строит колизей. Правда, не видно, что ему удовольствия не хватает. То есть ему, скорее, жилья не хватает. Побеждать религии тут не получится. Что, как выключить? Кинул дружбу. Сначала дружба. Кинул в союз. Не знаю, что делать венгру здесь. Потому что даже если вот в этой ситуации пилить Конга, то от этого выиграет больше американец, чем венгр. Конга держит послов, чтобы в Махенджи Дару отправить явно. Ну, то есть он в культурку больше упарывается. Вот там идет. Конечно, не туризмом победить, а ради реликвии. Еще ему надо археологов открывать, конечно. Да, угнали чеченицу. Кто же украл у меня чеченицу? Француз украл чеченицу. Он его не встретил, кстати. Прикол. Но я, кстати, не понимаю, зачем тут прям французу так эта чеченица была нужна. Хотя довольно много клеток, да, на культуру там. В принципе, да, ничего так. Чего он так близко приблизил? Раз, два, три. Ну, штук пять у него клеток, на которой чеченица работает. Он сейчас будет долго тут пилить этого монгола несчастного. Конечно. Так, все, ладно. Глянем у Ацтека. У Ацтека вся его проблема в том, что он очень медленно расселялся в начале. Так, я нифига не вижу почему-то с его стороны. Ему вот тут еще надо город поставить. Ему можно было бы Канди захватить. Смотрите. Посмотрите. Два геотермальных источника. Вот тут, где стоит рабочий Канди. Кампус на плюс пять. Леш, как тебя? Увидеть, Париж умереть? В смысле? Я уже видел несколько раз, Париж и все еще жив. А еще разок? Еще раз посмотреть на него? Что-то... Так как-то опасно звучит. Я не хочу умирать. Ну, посмотрел на Париж, так. Красиво? Ну, красиво. Но было бы красиво, если бы ты не воевал с монголом и развил тут все. Ну, а куда мне? Мне-то куда? В смысле, куда? Ну, ты видишь, у тебя все клетки не обработаны практически в Париже. Только он ресурсы обработал, а все остальное пустое стоит. Ну, у меня не был выбор, как в арму кинуть. Я как должен был с монголом поступать? Ну, расселиться сначала, потом этот ларошель ставить. А так ты его сагрил вообще? То есть ты ему в лицо прям город поставил? Нет, я в любом случае ему войну надо было кидать. Ну, войну ладно, я не про это говорю. Он с тобой начал воевать именно из-за этого города, потому что ему просто некуда было селиться, и все. То есть у него нет вариантов других. А у тебя как раз было. Это потом поставлено, это потом поставлено. Уже во время войны. За Визави, ну, за что-то так? Так чудеса не надо строить. Че, а че-то, че происходит? Так я Брюсселью пила. Ааа. А чудеса, какие чудеса? Че там американец построил? Это просто... А, союзник Брюсселя? Да-да-да-да. Понятно. Изи город, да? Но поселенца... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, это тоже смешно. Сейчас перекупил Антона Нариву американец, и вся армия Антона Нариву вернулась обратно к нему. И он не смог Брюссель захватить. Ну, правда, у Конго дофига денег. Он, наверное, сможет сейчас опять его армию взять. Брюссель дает, по-моему, плюс 15% к строительству чудес. Да, тут слайд-шоу у Конго смотреть. Давайте вернемся к Ацтеку. Ацтек, конечно, в науку рубанул. Сейчас у него ушло соседство от науки. Блин, нифига... Правда, нифига цифр не видно. 92 науки и 54 культуры, да? Ну, в принципе, как Рим. Не знаю, что там... Там Рим просто остановился в определенный момент. Риму надо было дальше развиваться. Ну, дальше города ставить. Да, Ацтек Кабул... Кабул может... Блин, Кабул, правда, 48 защиты. А, он выкупил... Блин, Канди наделал 3 катапульты. Ну, это, кстати, в тему будет. Они, конечно, для атаки Кабула. Религия у Ацтека. Что возьмет, интересно. Это вторая религия? Или третья? Тут еще религия... Ну, смотрите, вот необработанные клетки вокруг Теотио Кана. Вообще, или не вырублены, или не обработаны. Ну, их, наверное, лучше было, конечно, обрабатывать. Необработанные. Нету правительственной площади никакой. Тут, правда, фиг знает, где ее ставить. Но она уже должна была стоять. Там, 88 ходов. Минута. Ну, должен успеть религию принять. Постамания. Так, что берет? Трудовую... Нет, не трудовую дисциплину. Я бы взял хоровую музыку. Там храмы дают столько же культуры, сколько... Святилища и храмы дают столько же культуры, сколько и веры. Но он взял трудовую дисциплину. Понимаете, знаете, чем плоха трудовая дисциплина в данном случае? Что это процент к производству. А тут особо производства-то и нет у него. И крестовый поход будет распространять веру на ГГшки и их захватывать. Ну, знаете, так себе тут стратегия. Хотя, может, он потом француза захватит? Он-то француза будет... Хотя у француза и культуры побольше. Вот француз, убитый монголом, ну, убитое его развитие, он все равно не так уж и хуже от стека развивается. Понимаете? Это... Я придумал этот фаст динамик таймер. Ну, кто-то... Наверное, еще подведет катапульты и начнет атаковать Кабул. Ну, Канди точно надо еще будет захватывать. Ладно, давайте глянем, что там у Конга. О, высадился таки. Ну, да, ему надо тут ставить город, потому что иначе его варвары захватят просто следующим ходом. Нет, тут хороший остров очень. Его надо еще заселять. Вот явно вот тут должен был быть восьмой игрок. мне кажется. Тройлы Крисида все делает. Покажи, пожалуйста, Зайви, шедевры. Приятненько. Тройлы Крисида обычно и в стимонатические же не запрещают, да? Да, нельзя. Странно, зачем он художественный... Ну, видимо, у него был просто художник, но я бы все равно за Конга чисто археологический ставил. А художника вот в столицу определил. Потому что только археологические находки будут давать этот бонус на еду, на производство, на деньги конголесский. Сейчас я гляну, сколько там оно дает. Все это дело. Так, цивилизации, Конга... Плюс две еды, плюс два производства, плюс четыре золота от каждой реликвии, артефакта, скульптурного шедевра в дополнение. Просто скульптурное... Это не факт, что вообще появится художник на скульптуру, а артефакты у вас точно будут. И у вас есть пять ячеек для шедевров в столице. В этом... Да, в столице. То есть вы вот этих художников, которые будут у вас все равно набиваться, лучше в столицу сажать. Ну, можно потом чудо какое-нибудь, типа Эрмитажа построить, например. Если, конечно, вы не стремитесь на культурную победу, но мне кажется, здесь культурой за Конга победить с соседями такими не особо. Вот тут именно в археологические эти надо идти. И... Ну, с производства там вот это. Видимо, у меня необработанных клеток очень много. Надо заняться. Ну, и постеснялись Конга и американцев тут город поставить. Вот эти справа, слева от Мбамбы. Там город влезал. Да. Ну, почему-то игроки не захотели ставить. Так. Кого мне интересно сейчас глянуть? Примерно так все это понятно, как идут. Ну, давайте, может, Рим опять. Ну, Рим, если не будет города ставить, ему тут опять ловить нечего. Что-то так нормально вначале было, а потом... Остановочка. Непонятно тут немножко что хочет Рим вообще в этой игре. Зачем он он ставил... Зачем он построил Мачу-Пикчу? Или он строит его Мачу-Пикчу, когда у тебя гор нету как-то особо. У тебя нету гор, с которыми стоят города. То есть, это бессмысленно для тебя чудо. Получается. Ну, и, конечно, изображение в квадратике. Есть ли шанс англичанину как-то вернуться в эту игру? Мне кажется, нет. Он захватит Монгола, но все города не развиты у Монгола. Это не даст ему какого-то буста для развития. Это бесконечная война. У него клетки не обработаны, города не будут расти. Ну, в общем, я здесь вижу лидерами сейчас Америку и Конго. И мне кажется, все решится на самолетах. Скорее всего, вот идет в самолеты американец, и он опережает в этом плане Конго. И тут вопрос только в алюминии. Если у американца будет алюминий, то, наверное, победа будет за ним. Странно, он решил книгопечатание сначала открыть. Ладно. А у Конго какая очередность технологий стоит? Ну, у Конго культуры просто немерено, видите, 166. Правда, венгер... Ну, вот эта культура 125-166 это за счет их культурного союза. Видите, как тут важен культурный союз? То есть, венгер имеет кучу культуры именно за счет того, что посылает караваны к Конго. Конго имеет кучу культуры. Ну, от караванов тоже что-то идет, но у него сейчас уже в первую очередь от театральных площадей шедевров, и он засоюзил два города-государства. Не знаю, Махенджидара засоюзил или нет, но засоюзил. Ну, у него только сейчас индустриализация открывается. Он отстает от американца по техам. Наука вроде одинаковая, но по техам он реально отстает. И, в общем-то, если американец выйдет первым в самолеты и у него будет алюминий, то в этой игре он победит. Ну, он захватит Конго. Ему никто не сможет помешать, а захват Конго, это его главный соперник, будет автоматически означать победу. Что там, Килваки Сивани строится, да? Венецианку тоже американец построил. А в Бостоне строится Панамский канал. Не, подождите, да, Панамский канал вроде как. Реально практически всю карту уже американец открыл. Зави, а ты можешь разведчика своего убрать вот с леса. Точнее, не с леса, а с джунглей. Благодарю. Видите, какой геликорнас красивый в Вашингтоне, как клетки тут. Красиво выглядят. Благодаря геликорнасу. тут аж у него раз, два, три, четыре, пять рыбацких лодок в Вашингтоне. Конечно, пантеон на рыбацкие лодки тоже неплохо зашел. А пантеон какой у тебя супергерл? Религиозные идолы, кажется, которые на руднике бонусных этих... Но ты бы, если бы мог, взял бы на рыбацкие лодки, лодки, Ну, естественно, да. Не успел. Да, бывает. А кто взял? Я. Да, ну, там ацтека тоже хорошая. Ацтек, ацтек. А за счет чего у тебя ты быстрее взял? Во втором городе четыре лодки и в третьем городе три лодки. за счет чего ты получил раньше пантон? С помощью карточки просто на восьмом ходу, ну, с этой плюс один. Если на восьмом ходу, это значит, что у тебя или была культура? Нет, на восьмом ходу карточки. Ну, типа, карточку взял, восемь ходов протикало, быстренько успел своровать. Я не брал никакие руинки и так далее. Да, и веры нет у него на клетку. У меня буквально вторым или третьим вторым, кажется, жителям культура обрабатывалась. У меня чуть-чуть побострее. А, я нашел на Риву. У меня, по идее, должно было быть пораньше накапать 12 вера. Значит, у него накапало быстрее, чем у меня. Чужие знают. Может, ты не увидел, когда брал? Нет, я целенаправленно искал. Но хотя у ацтека вон тоже есть клетка на культуру. Мрамор с другой стороны. Тоже. Но тем не менее, рыбацкие лодки быстрее ацтека. Ладно. 123 науки, 179 культуры у Конга. Отстает венгер. Ну, он там по всем параметрам отстает. Еще сильнее отстает англичанин. 106-105 у американца. И, ну, блин, как у Рима может быть 44 культуры? Что за печаль? Рим должен лидировать по культуре? Один из лидеров по культуре должен быть, конечно, а у него меньше всех. Ну, не считая, конечно, Монгола. Так реально у Рима меньше всех. Надо за Конго следить. А покажи ЗАВИ социальные политики. Чуть левее. А чё ты вот сверху вверх не идешь? Пойду, пойду сейчас. Вот сюда именно. Да. Так, а почему для тебя вот это важнее, чем та? Мне скорее не вот та важнее вот эта, а я шифтом просто не скрипнул. археологов игнорирует. А ты знаешь, какие у твоей нации бонусы вообще? Так, на минуточку. Собственно, за Конго я первый раз играю не особо-то и умело, но прочитав, я так ход начал. Может, он не понимает, что ему именно от археологов будет давать бонусы? Просто, может, мне опять же не стоит подсказывать. Но еще раз повторю, у Конго бонусы идут от реликвий, от артефактов и от скульптур. То есть, реликвии очень сложно получить в игре, особенно как бы для Конго, потому что у него нету... Пожалуй, пора начать компуса строить. Скульптуры очень рандомное дело, то есть, художники чаще будут картины вам давать, а не скульптуры. Поэтому остаются только археологи, которые артефакты это 100%. Поэтому надо идти в археологов, кучу артефактов брать, и это такой буст по... Ну, смотрите, каждый артефакт это две еды, два производства и... четыре денег. Соответственно, один археологический музей будет давать вам шесть еды, шесть производства и двенадцать денег, которые там еще всячески можно увеличивать потом в городе. Плюс в игре есть Вавилон. настройка компусов еще ни к чему хорошему не приводила. А Вавилон, кстати, Конго не нашел, не знает, что... Хотя он должен видеть там и Супергерл несколько раз говорил, что Вавилон есть. На этом пока все. Продолжение спонсоры могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества, для всех остальных оно должно появиться завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях, а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!